Хуже, чем в сарае. Кругом хлама, горы мусора. В таких условиях уже не первый год живет 84-летний пенсионер. Его квартира находится в доме на Останко-Заводской, дом 5, дробь 1. Соседи бьют тревогу. Их пугает антисанитария и состояние истощенного пенсионера, который живет здесь. Стояла страшная вонь из этой квартиры. Все соседи, жильцы жаловались, задыхались. Сына забрали в психушку. Зашли в эту квартиру с полицией, со скорой. Увидели, в каком состоянии находится дед, отец его. Все было в плачевном состоянии. Был дед худой, слепой, неходячий. Дома полный хаос. Все завалено какими-то старыми вещами с помоек. И все полный ужас полнейший был. На данный момент пенсионер, благодаря усилиям соседей, префектуре находится в больнице с диагнозом истощения, обезвоживания, интоксикации организма. Очень боялись повторения взрыва 23 октября на Осеннем переулке. Но нас услышали, газ переключили. А сейчас, значит, наша мысль направлена на то, куда же 83-летний старичок его вернут. Потому что в эту квартиру, как вы видите, возврата быть не может. Я что хочу сказать. С этими людьми мы уже живем очень долгое время и уже устали от этого всякого запаха, от тараканов, от всего. У нас уже терпение, в принципе, заканчивается. Поэтому мы затеяли всю эту ситуацию, чтобы какие-то меры были с ними приняты. Как быть в такой ситуации, люди не знают. Они обращались в полицию, прокуратуру, ЖКО, соцзащиту, Роспотребнадзор. Вопрос все еще решается. В нашей стране, согласно Конституции, обязанность заботиться о здоровье и о правах граждан, она возложена на государство или на муниципалитет. Поэтому, если возникают сложности, каким-то образом ухода за собой, из-за здоровья, из каких-то жизненных обстоятельств человек должен обратиться, или кто-то от его имени, если сложно, именно в органы соцзащиты, которые предпринимают соответствующие действия. Если речь идет об антисанитарии, то были, к сожалению, примеры такие негативные, в том числе и досудебных разбирательств. И когда по решению суда человека лишали данной квартиры, продавали, если она в собственности, и выдавали какую-то сумму. При том, что добыли тараканы, клопы или еще какие-то насекомые. Антисанитария – это недопустимо. Куда вернется пенсионер из больницы, покажет время. Соседи волнуются, не придется ли ему вновь жить в неблагополучной квартире в Хламе. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».